Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы час пик галериста арт-дилер Гарри Татинтиан. Здравствуйте, Гарри Сергеевич. Начнем с вопроса, который я долго искал в интернете. Значит, детский фильм советский «Автомобиль, скрипка и собака» Ролана Быкова. Именно оттуда пошла фраза, которая сейчас очень популярна. «Артист должен быть голодным». Правда, сегодня ее переделывают как «художник должен быть голодным». Что вы думаете по этому поводу? Неужели на сытый желудок картины хуже получаются? Не, ни в коем случае. Так же, как он не должен быть наркоманом. Искусство вообще есть сравнить с XIX веком, XVII, либо с любым веком. Как правило, художники – это достаточно самодостаточные люди, удовлетворенные своей жизнью, и не должны страдать от таких поседневных недобранностей в еде, в информации, доступа к информации. И это достаточно самозащитная реакция многих современных российских отечественных художников. Я слышал интервью Сайдана Салаховой, которая сказала, что западные художники буржуазные и дизайнеры, большей части, только потому что они живут в достатке. И если нет боли, если нет страданий, искусство должно быть эмоциональным. Оно было эмоциональным на уровне Ван Гога, но сегодня оно интеллектуальное. Большей части художники, наших которых мы представляем, это преподаватели ЕЛА или других университетов. Сказать, что чтобы художник был лучше, если у него отсутствует денег поехать в один из европейских музеев или в библиотеку ту же европейскую и чуть-чуть обновить информацию о том, что происходит в мире, это хорошо или для него, это очень плохо, он останется провинциальным и недоумком. Но если все художники достойные сейчас учились в ЕЛА еще где-то, неужели самоучкам нет больше места на олимпе искусства? Когда ты говоришь самоучка, вообще часто мне задавали вопрос, где лучше научиться искусству. Это вопрос, который мы с вами несколько минут назад изучали. Это не необходимо пятилетнее образование, нужно многолетнее, если не всю жизнь самообразование. Как правило, если ты год отучился чисто примитивным, ремесленным навыкам в университете, достаточно того, чтобы после этого найти место в студии хорошего художника и поработать его ассистентом. Чтобы понять не только, как водить краску, а понять, для чего ты занимаешься искусством, ради кого ты делаешь картины, как твое место в обществе и как ты его видишь как художника. И задать себе вопрос, эго-мания ли подставить свою подпись под картиной? Или это на самом деле необходимо, чтобы испортить созданную картину своей подписью? Когда он ответит на эти вопросы, тогда он поймет, в том ли он бизнесе. Хорошо. А как быть с галеристом? Во-первых, должен ли быть галерист и арт-дилер голодным? А во-вторых, нужно ли учиться и тоже проходить такую школу? Вопрос... Вообще, все, что касается любого бизнеса сегодня, есть большой бизнес. Это неважно, медицинский или бухгалтерский. Может ли врач быть совершенным, если у него нет одноразовых шприцов? Да, и что, какую пользу он принесет больному, если у него постоянный дефицит сил? То же самое с искусством. Если ты не самодостаточен, если у тебя нет спонсоров, и также и галерист, если у него нет бюджетов, привезти качественную выставку. Международные выставки я уже не говорю. Сделать каталоги, сделать определенную пиар-компанию. Ты вылетишь в трубу просто за отсутствие денег, и неважно, насколько ты умел. А есть ли все-таки, можно ли говорить о термине «искусство», продавать искусство? Ну, наверное, если взять большую картинку, лучшие выставки, которые я увидел в галерее Кагасян, где выставляются так называемые лучшие художники. 75% гения заложено в эти выставки, организацию, продакшн, как отпиарено, как повешено и как заказано художнику, как он видит эту выставку. Это все, что было создано Кагасяном, а не самими художниками, которые, в общем-таки, на 25% своего рода доставили комиссионс, который был заказан Кагасяном. То есть он не просто муза для этих людей, он создал великолепное церемониальное пространство, где искусство этих людей стало выглядеть церемониальными объектами, объектами наслаждения, вожделения, поклонения. Но все-таки он должен был их найти. Вот в одном из ваших интервью есть такая фраза «Самое тяжелое – найти хорошее искусство». Хорошего много не бывает. А как искать хорошего искусства, и что особенно осложняет эти самые поиски? – А вы знаете, когда долго занимаешься искусством, часто бежишь по арт-базу, многие ребята говорят, «Ты слишком быстро ходишь, давай посмотрим». Глаз начинает… – Выцеплять? – Грубо говоря, да, он обладает избирающей способностью не обращать внимание на мусор. Это то же самое, как употребление мусорных слов в интервью и прочее. Да, это ровно ты идешь по коридору и вдруг остановился перед… Так мы нашли, кстати, Кейси Танаами, художника, я его до этого не знал. Пройдясь по арт-базу, я вижу на наружной стенке одного из бусов галеристов, на наружную стенку, как правило, ставят работы менее значимые, а он тогда был такой, достаточно дешево оценен. И, как правило, люди пробегают по коридорам, заходят в пространство в бус и, грубо говоря, получают удовольствие от виденного. В коридорах менее значимое искусство, потому что, первое, ты не отойдешь на два метра, второе, что всегда толпа, ты не увидишь искусства. Пройдя мимо, у меня просто глаз зацепился, мы тут же приобрели эту работу. Через год или два мы уже сделали выставку этому художнику. Хорошо, но искусство не цеплять взглядом – это нечто врожденное, как талант, или это надо тренировать, как спорт? Только опыт, только натренированность. Опять, я не скажу о особым таланте у меня, но это способность селектировать, это не всеядность. Это такое определенное видение, даже ясное видение из этого мусора. Есть таблица Менделеева с вертикальными, горизонтальными клетками. Любого химика, ты попробуй туда вставь какие-нибудь абрукадабру, несколько ненужных букв, терминологии какой-то, химической формулы и прочее. Любой химик посмотрит и скажет, оно не принадлежит ей ячейке, это пустое место. Вот в искусстве есть, как вертикаль, это коллаборация вертикали и горизонтали, из которых ты узнаешь в таблице Менделеева, сколько там свободных электронов на ненужной оболочке, относится это к газам или к другим веществам. В искусстве четко глаз тоже определяет, или у меня определяет, насколько актуально это искусство, насколько искусство может потянуть с собой целую генерацию художников, насколько оно недооценено по сравнению с уже существующими работами тех же художников, которые часто бывают, что есть несколько феноменов сейчас на рынке, как Ковс такой художники, Брайан Доннелли, который стал безумно дорогим, ему около 45 лет. Безумно дорогим. И в то же время он собирает работы Питер Соло, которые по сравнению с его работами стоят на 7 нулей меньше. Тем не менее, все, грубо говоря, продавая свои работы, он инвестирует много в этого художника. Абсолютную убежденность, что это гораздо выше меня самого. Можно это так интерпроводировать. Мое мнение, он не то, что гораздо выше его самого. Однажды американского дантиста спросили, насколько американская стоматология опережает европейскую. И они так подумали и сказали, навсегда. Вот Питер Соло навсегда лучше художника Брайана Доннелли, который может купить этого Питера Соло всего вся на 100 лет вперед. С потрохами. Но, тем не менее, рынок абсолютно по-другому работает. Все бегают за работами Ковса. И, в общем-таки, только-только сейчас возник интерес Питеру Соло. С прочим, почему это так? Ну, потому что есть художники, которые не всегда на них обращают внимание. Чаще видят возраст. Ему за 80 лет. Как правило, молодежь сегодня с деньгами, это большей частью азиатская молодежь. Либо молодежь с деньгами из хедж-фонда, IT и прочее. Они вдруг влезли в арт-бизнес, увидев большую маржу. Они стали на свое осмотрение покупать очень много искусства. Как правило, они остаются на людях своей генерации. Разве там в 5-10 лет. Они не будут смотреть на старика, ни образ жизни, ни компания этого старика, ни мировоззрения, ни его риторика не интересны этим людям. Как мы сегодня говорили, текстовые месседжи, интернет, инстаграм и прочее дают другую риторику, другой, грубо говоря, не интерфейс на экране, а фейс твой как таковой. И есть удовольствие смотреть на старика, чамкающего зубами. Нет, конечно. И поэтому игнорируют целиком и культуру, и работу этого человека. Это просто проигнорировать, чем проанализировать. Гораздо проще. Я вот общаюсь с вами, и, если честно, у меня немножко всплывает в голове образ Терминатора. Вы такой крепкий человек. И мне кажется, что, когда вы смотрите на искусство, у вас, как у Терминатора, показывали кадры, когда у него там площадь, масштаб, объекты, цифра, 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 цифра. Вот так же у вас с ценой? Абсолютно так. Нет, не с ценой. Цена к этому отношение имеет. К достоинству художника. Чем он отличается от всех? То есть уровень искусства, да? Его значимость. Только. А как же она определяется? Ну, когда я брал художников, как Кондо, Кристофер, все тогда считали, в общем, на меня как на придурка смотрели. Было такое не интервью, я как-то говорил с Муграби. Кристофер – это один из самых таких инвесторов, коллекционеров, топовых в Нью-Йорке. Я не думаю, что там интеллектуальная составляющая такая же большая, как количество денег, которое там присутствует. И когда мы разговаривали, он узнал, что к выставке в Москве я заказал около 18 работ Кондо двухметрового размера, а до этого они заказывали у него работы вперед. Вот он им делал там по 20-30 сантиметров, подарки маленькие. Они боялись рисковать большими работами, большими суммами. А это для галереи с целью и выставки, в визуальной части выставки. Я придумал концепт, в котором посмотрел, что, так как это разная сюжетика, не хотел жонглировать разными размерами. Это всегда плохо выглядит. Я попросил 18 работовых метров квадратов к выставке моей. И я помню, с Альбертом Уграби мы разговаривали. Он говорит, Гарик, ну зачем ты взял Кондо? Кондо это не Пикассо, это не художник миллионы, двух миллионов. Это художник максимум 200 тысяч, 150 тысяч. Ты их купил гораздо дороже, ты на этом попадешь. После того, как Кондо все возможные границы логики перешагнул за 5-7 миллионов на аукционах, они моментально схватились в этого художника, превратились в лучших друзей, вокруг носятся, показывают и гордятся этим. Когда я его брал, я брал по той максимальной цене, где ты либо попадешь, если нет убежденности, либо вылетишь в трубу, и на самом деле вылетишь из бизнеса. Так было со многими художниками. Я брал Питера Уссоу, когда он был... Просто никто его не хотел брать. В целиком выставки, в Карданском, в Лос-Анджелесе. 15 работ выставка, ни одна не продана. Я пришел, взял из них 12. Ту же самую и Мэри Бун. Как ни выставка, максимум 1-2 продажи, я взял остальное. Это убежденность в том, что ты делаешь. Если ты получаешь удовольствие, уверенность в том, что ты делаешь, и можешь с этим жить, даже если ты это не продашь, это то, что и определяет лакмусовая бумага того, что ты делаешь, и насколько это может быть правильно или неправильно определит будущее. Но ведь бывает так, что берете... Мне нравится, как вы говорите. Я его брал. Берете ради денег, а не только ради искусства. Нет, нет. Я и говорю, что когда я беру, я быстрее увлеченный коллекционер. Но не может быть. Ну а как же? Финансовая составляющая тоже должна быть? Она должна быть, насколько ты можешь позволить себе платить за свое удовольствие. Только. А это удовольствие в первую очередь? Конечно. Это некоторые платят за вино, за женщину, за картины. Ты можешь за квартиру, за яхты, за размер самолета. То есть размер самолета иметь по размеру его на корпус или яхту на 7 метров больше или потолок на 30 сантиметров выше в этом. Это все люди платят за удовольствие иметь определенным объектом, который отличается от объектов своих соседей. Двухметровая работа кондо это тоже, да? Абсолютно. Ты можешь позволить себе 50-сантиметровый или 250 на 250. Это ровно то же самое, как размер квартиры. Люди часто это показывают как признак, я не знаю, интеллект это незнадежно, но признак достатка социального и финансового. Хорошо. В статье в Википедии о вас есть ваша же цитата. «Большого художника может понять только большой художник». Значит ли это, что многочисленные посетители вашей галереи плохо понимают работы, которые вы выставляете? Мне интересно, что если вы придете поступать в тот же ЕЛ на факультет по искусству, многих, если ты умеешь рисовать, часто из русских университетов или текстильных, или прочих, где учат рисовать архитектурно, поступают туда, они не поступают. И они говорят, я говорил на эту тему с Питером Хель, который 15 лет преподавал в Еле. Он говорит, Гарик, мне нужно взять абсолютно пустую матрицу и сделать из нее художника. Человек зашоренного уже со своими догматичными пониманиями, что такое искусство, пришел к нам, невозможно переделать и нет желания переделывать. То же самое и с нашей публикой. Лучше получить не то, что стерильную публику, публику мало информированную, и ее воспитывать рядом выставок, чем получить, большей частью, к нам никогда не приходят люди, получающие удовольствие от современного русского искусства, российского искусства. Коллекционеры российского искусства к нам не заходят. Оно другое. Оно изначально, точка зрения и поворот головы на это искусство совершенно другое. Получая удовольствие от того, что они видят в нашем отечественном искусстве, придя к нам, ты будешь возмущен тем, что у нас показано. А зачем вам галерея, цель ее? Показывать людям искусство или это как витрина магазина, где они выбирают то, что они купят? У нас нет продаж вообще по России, и рынка здесь нет, и желающих нет покупать. Поэтому, в общем-таки, цель того, что привез сюда, показал, это только привез и показал. Это своего рода такой... Альтруизм? Ну, альтруизм. Работа над имиджем международным быстрее нашим, чем коммерческая составляющая. Большей частью вещи... Сегодня тяжело получить художника, как вы сами прочли, да? И если ты нашел большого, сильного художника, ты должен каким-то образом привлечь его внимание. Просто прийти к нему с деньгами на Западе и сказать, я тебя хочу купить, они пошлют к дилеру, который тебя поставит на 100 людей, очередь в 100 человек, и будешь ждать, пока ты будешь квалифицирован купить что-то. Имея галерею в России, ты квалифицирован на то, чтобы представлять этого художника непосредственно тет-а-тет. Получаешь его работу, привозишь сюда, показываешь. Коммерческая составляющая дальше реализуется уже на Западе. Здесь нет рынка, и не надо его пытаться искусственно оправдывать, создавать и прочее. Нет, и пока не будет. А в чем причина? Почему? Причина – это не наличие денег. Денега очень много в России. Дело либо испуганность публики, что ими будут манипулировать, первое. И второе, что… Непонимание? Сманипулируют, что на самом деле навяжут то, что в общем-таки не стоит ничего, а такая кота в мешке. И второе, что… Я думаю… Каленые бриллианты. Например, каленый бриллиант, да. А на самом деле так и есть. В какой бы галерею мира ты не попался, ты получишь каленые бриллианты. А вообще, как происходит продажа? Вот я себе с трудом представляю. Вы покупаете какого-нибудь конду, и вам звонит кто-то и говорит, я хочу купить, или вы звоните кому-то, или как это происходит? Или вы, я не знаю, на сайте выставляете у себя? Ну, большей частью я же работаю с дилерами, у которых либо беру работу, и часто бывает, что они же через некоторое время, когда художник поднимает цене, зная, что ты их приобрел, они же у тебя и будут просить их назад. Потому что сами галереи очень редко покупают, как правило, очень мало покупают и оставляют. Они, многие из них не верят в достоинство того, что они выставляют даже. Это просто вот на Западе это работает как маркетплейс. Как вот представляете себе маркетплейс какого-нибудь ритейла, одежды, где весь джинсовый магазин, весь запас сток джинсов оставляют себе и носят сами. То же самое с искусным. Маркетплейс, сделали работу, кинули, тут же продали. Очень мало галеристов, которые имеют большую коллекцию. Кагасян такое исключение, великолепная коллекция. То есть он убежден абсолютно, что делает, оставляет лучше работать себе. И это то, что отличает большого интеллектуала от просто дилера, который занимается переносом вещей. Раньше это было в чемоданах. Сейчас в виде больших крейтов или зданий не имеет значения. Я думаю, в этом разница между галеристом и арт-дилером. Один собирает, а другой продает. Такое большое количество денег на рынке, такие большие суммы, что ты уже не позволяешь, многие галеристы не позволяют себе просто быть любителем чего-то, что не капитализируется, если срочно нужны деньги. Это чистый хетчфондерский бизнес. Причем такой, который как в нефтяных котировках или в газовых, или еще в чем-то, имеет колы и прочее, что 6 месяцев, если ты не продал, ты можешь попасть. В год подождал максимум, ты должен за это время окешаться и прочее. Достаточно цинично и примитивно. Заговорили о больших деньгах. Позвольте мне удовлетворить мое любопытство. Самая дорогая работа, которую вы продали, сколько стоила? До 10 миллионов много продаж. Долларов США? Да. Если не секрет, что за художник? Это разные были. Разные были? Разные, конечно. От русского авангарда до современных вещей. Это Кристофер Вулл, Агнес Мартин, Чак Клосс, тот же Кондо, Нара. Это были частные покупатели или какая-то тоже галерея? Как правило, большей части у нас нет. Вы знаете, от того, что я здесь не в рыночной среде, вроде нет клиентов. От того, что я там не представлен как галерея, соответственно, у меня аксесса к самим покупателям тоже нет. Большей части это делаем через дилеров или аукционы. Вы так рассказываете как о бирже. Для меня искусство – это что-то, знаете, такое воздушное, творческое, империи какие-то. А это все какое-то деловое очень. Ну, почему? Вы только что сказали о том, каким должен быть художник. Страдающим, несчастным, без денег. Первое. Без бухгалтеров, без финансовых адвайзеров, наверное, без телефона и без квартиры. Так жила здесь Конышева несчастная. Кстати, которая в квартире, если ты сверху, пардон, пописываешь, все стекает в нижнюю квартиру. А у нее еще на ней два этажа. Представьте через нее, что проходило. Это абсолютно извращенное представление о том, что такое искусство, арт-бизнес. Ведь стоимость студии, самих материалов, интеллектуальной поддержки, самих ассистентов – это достаточно гигантское. У многих художников доходит до десятков тысяч расходов в месяц. Это не меньше, чем расходы спортсмена для подготовки к чемпионату мира или для айтишников, для выхода на рынок. Поэтому, когда вы говорите о галерее, мы имеем, естественно, бухгалтеров, платим налоги, у нас много сотрудников. Я говорю, каждое движение холстом, даже не на территории Москвы, а через границу, ты должен сделать ящики. Грубо говоря, я уже банальным языком говорю, не крыт, а ящики. Это каждое движение, каждый звонок стоит умножить на десять, от обычного человека точнее на сто. Каждый звонок обременяется дополнительными 99% чего-то неожиданного. Поэтому, когда ты это делаешь, ты должен дать дебет-кредит, иначе ты вылетишь. Ну, с арт-дилером я понимаю, но если все-таки возвращаться к голодным художникам, вот вы говорите, что им тоже нужны бухгалтеры и так далее, и так далее, и вообще голодным рисовать не очень-то хорошо. Если брать известных художников, ну, Рембрандт был богатым, но в основном-то, послушайте, при Рафаэлите все бедняки были. Сезанн – бедняк, Ван Гог – бедняк, Гоген – бедняк. А какие работы? Где же они? Гоген жил, из очень богатой семьи вышел, и они отказались от него. Не-не, но надо забыть время, которое было до интернета, даже которое было в 80-70-е годы. Недостаток информации, неумение владеть большим количеством информации, заметьте, вы сегодня зададите ребенку вопрос, да, не образованному, без математики, без ничего, и дайте ему лэптоп. Через пять минут он вас наводнит таким количеством информации, вы будете в шоке. То же самое и с художниками, и с арт-дилерами, и с деньгами, с количеством денег. Да ты можешь… наводнение денег на тебя не спадет, если ты пользуешься правильно информацией, на которой зарабатываешь деньги. Это сегодня только информация. Но если есть такой доступ к информации, зачем художникам арт-дилеры? Что, они сами себя продавать не могут? О, а чем больше… А каким образом? Первое… Сейчас я вижу ряд того же Кондо и некоторых художников, которые поменяли галереи. Ты видишь, изменилось качество работ, потому что поменялся дилер. Дилер… Не каждый из дилеров может быть правильным менеджером и особенно оттюнингованным под понимание и развитие именно этого художника. Вот это случилось с Кондо. Такое количество запросов на работы, такое количество выкинул быстрых, ненужных работ на рынок, чтобы рынок моментально обмяк и даже спустился вниз. Это очень важная вещь, когда ты достиг определенных высот, не потерять эти высоты. Если ты один раз попал в яму, ты больше из нее не вылезешь и никогда не возвратишься к прежним ценам. То же самое с художником. Если он не управляется галеристом, если галерист не соответствующий уровню… Кстати, очень важно, чтобы талант галериста был не менее значимым, чем талант самого художника. Иначе этот диссонанс скажется на том, что художник тоже исчезнет. А у галериста есть некое подобие крепостного права на художника, которое он продает? Нет, нет, никогда. Нет? Нет, никогда. Это всегда на… Но как же он его воспитывает? Он его ведет? Он его ведет, но там всегда есть такая, может, love and hate. Это любовь и ненависть часто присутствуют в этих отношениях. Но часто, как правило, очень мало бывают контрактов между современными галеристами. Если он чем-то недоволен, художник всегда убежит. Что и происходит. А бывают полигамные отношения? У одного художника несколько галеристов? Вы знаете, вот это произошло с тем, что Джефф Кунс был всегда представлен Кагасяном на рынке в Нью-Йорке. И вдруг он решил, что он может круг своих покупателей увеличить тем, что он выставится с Цвернером. Возникло два адреса в Нью-Йорке. У него цены моментально опустились пять раз, десять раз. Исчез интерес. Возникло большое количество первичных вещей, не проданных на рынке. Это говорит о том, что если ты уж принадлежишь кому-то, даже нравится тебе быть с Кагасяном, не нравится тем, что у него недостаточно времени на тебя, находись там, где ты есть. То есть у тебя есть определенный адрес. Если ты будешь конфьюзить публику тем, что ты можешь и у Кагасяна, и у Цвернера, люди так будут бегать между двумя галереями, требовать особых дискаунтов, и в результате не сделать сделку, потому что они будут понимать, с кем лучше им говорить. Это очень четко. А как вообще формируется цена на то или иное произведение искусства? Сколько процентов из этой цены – это имя художника? Сколько сама художественная ценность? А сколько процент арт-дилеров? Чем выше художник, статус художника, тем ниже маржа галериста. Я знаю, что Базелес практически и Дэмиан Кёрст получают 70% от продажи. Даже сейчас кажется 75% уже. 70% от продажи. Это означает, если галерист взял работу, и у него заложено 30%, как правило, его наверняка опустят на 10-15%, остается 15% оперативных. Отнимите из 15% маржи все расходы на галерею, в логистику то, другое, третье. Там останется, в общем-таки, не так много. Ну, хорошо. А вот процент имени и художественной ценности работы. Бывает так, что человек с большим именем делает что-то не очень... Очень много такого. Очень. Где вот эти вот весы? Где имя, а где ценность? Покупают-то за имя или все-таки за содержание? На сегодня, как я вам сказал, некоторые художники вдруг выскочили на совершенно непонятный мне финансовый уровень. Это касается тот же Ковс. Это не художник 15-10 миллионов. Сейчас он продается практически весь на секондарий маркет по миллиону-полтора-два. Я думаю, это временное явление, но это феномен Инстаграма. Большей частью его покупают люди, которые не сформированные коллекционеры, а разовые покупатели. Они не появляются и не поддерживают его цены потом на аукционах. Им нужно иметь работу, потому что видели уже соседей. Одну-две работы купят, они успокоятся. Если это не будет долго продолжаться, рынок обрушится. Но логику в этом не надо искать. Логика всегда, я говорю, работа стоит столько, сколько готовы люди платить за удовольствие свое. Неважно, какой это завтрак, любого увлечения, машина или работа. Сколько он может себе потратить, он потратит. А сколько людей сегодня могут много тратить? Очень много молодых ребят. Либо наследников больших семей, как правило, азиатских, покупают миллионалы, покупают работы Ковса того же. Либо это люди, вышедшие из быстрорастущей индустрии ритейла, маркетплейс и IT-индустрии. Они берут эти работы. Ну, вот тут вопрос об удовольствии. Опять же, повторяю вашу цитату. Большого художника может понять только большой художник. Получают ли те люди, которые не являются большими художниками, действительно удовольствие от того, что они тратят такие деньги на произведения искусства? Они не понимают этого. Вы ходили когда-нибудь на джаз-концерты? Ну да, пару раз. Как правило, кто сидит среди зрителей? Если большие музыканты приезжают, как правило, сами музыканты. Ну, конечно. Потому что джаз-мен может только понять джаз-мен. Если вы кинете в эту не яму, а в седалищную яму, грубо говоря, кинете любого изгнесеньки, который быстро играет академическую музыку, он будет считать быстро играющего джаз-мена обманщиком. Он не понимает этого хроматизма. Это не чуждое ему искусство, чуждые ему звуки. То же самое понять абстрактное искусство, геометрию. Это должен быть настрой на этот тип. Мне нравится смотреть даже на арабские иероглифы. Потому что это красиво на эти настенные орнаменты и прочее. Мне нравится эта стрина. И ты сразу можешь определить армянский алфавит, еврейский, арабский или славянский. То же самое с искусством. Только если ты настроен воспринимать иероглифы, ты не будешь воспринимать тогда арабские. Если ты настроен воспринимать что-нибудь византийское, то ты легко воспринимешь и русский орнамент. Так вот, люди, которые не готовы воспринимать абстрактное искусство, не заставляя их смотреть на фигуративное искусство. Люди, которые любят большие жирные картины, грубо говоря, не получают удовольствия от черно-белой фотографии. Люди, которые получают удовольствие от иконы или ренессанса, им чуждо, чуждо в сознании смотреть на современное искусство или фотографии черно-белой. А для вас вообще важно, кто покупает ту или иную работу? Здесь можно солгать и сыграть, но я не знаю. Если ты хочешь продать работу, и ты взял ее чисто как финансовый инструмент, то нет. Если ты работаешь... Вы все-таки берете такие работы, как чисто финансовый инструмент? Абсолютно. Ну, конечно. Первое, ты работаешь в глобальном мире. Ты знаешь, кто игроки в этом мире, какая нация, интересы. Например, мне не очень нравится Нара, точнее, очень не нравится Нара. Можешь сказать, я не скажу, тошнит от него Нара. Это художник вообще, который не интересует меня ни с какой стороны. Но, зная его определенные достоинства, круг людей его поддерживающих, страну, которая его поддерживает, и ментальность людей в Японии. Ну, естественно, я взял себя чисто как инструмент. И он, как ни странно, сработал великолепно. Это инструмент. Самый большой провал ваш. На кого вы поставили и не получили ничего? В искусстве? Ну, конечно. Был такой небольшой хайп, когда немецкое искусство современное очень пользовалось большим интересом. И это были Джонатан Мезе. И я знал, мне это не нравилось чуждо. Мне не нравился сам художник. Считаю это клоунадой и бездарным. И были такие несколько художников, как Буцер, как Андре Буцер, Джонатан Мезе, Дэниэл Риктер по умнее и получше художников. Но это полное то же самое Крис Офель. Я сделал выставку, называлась «Ханки Дори». Это все художники, которые выставлялись когда-то в Берлине. Я сделал эту выставку. У меня не было никакого интереса ни художника. Это был провал, но у меня и не было вещей. Но это был провал. Я представлял художника Буцера. И когда я открылся в новом месте, художник ждал, что я его выставлю. А я следил за ним все это время. Там интервал был пять лет. А первую выставку мы целиком продали Сачи. И вроде бы Successful продал комплект на работу на Запад. Почему не повторить эту выставку? Я за пять лет не увидел, что художник хоть чем-то изменился. Он остался таким же плохим, как и был. Я отказал ему сделать выставку. Он ночью не ослабился, когда я снял со списка его фамилию. Но его можно было коммерчески. Он очень коммерчески успешен на рынке. Не миллионный, но регулярно продается. Но мне неинтересно. Я с ним не расту. И неинтересно было его выставлять. А есть ли такой художник, с которым вы сделку не заключили, и до сих пор очень сильно жалеете об этом? Ты не можешь жалеть. Если ты страдаешь вещизмом, что это делает тебе погоной, или благодаря этому ты взойдешь в рай. Вы знаете, мы часть этой сделки, мы часть того, кто делает процесс, часть эстаблишмента художника. И интересно развиваться художником, а не быть слэйф. Без крепостного права. Да, абсолютно. Именно со своей стороны. А бегать за художником, потому что он успешен, и быть неправильно, как сказать, treated. Ну, чтобы он на тобой не издевался, но свысока давал тебе вещи, как с имперского помоста. Это абсолютно не в моем стиле. И абсолютно каждые несколько лет появляются, каждые 5-10 лет появится художник, от которого ты получишь удовольствие. Дождись своего момента просто. Хорошо. А был кто-то, кого вы проглядели? Нет, практически. То, что меня интересовало, нет. Ну, невозможно всем увлекаться. Вы говорите сейчас финансово, или я бы хотел иметь выставку? Я так и не могу понять вас. Потому что, с одной стороны, я вижу человека, который увлекается искусством, понимает и любит его, с другой стороны, я вижу арт-дилера, дельца. И вот я пытаюсь понять, чего у вас больше – любви к искусству и понимания и знания его, или все-таки финансового интереса? Вот чтобы поддерживать мою любовь к искусству, приобретать все, что я считаю важным, ценным, необходимым, необходимым финансовый инструмент, который, как вы говорите, мою раздвоение личности позволяет определять, идентифицировать, брать, получать разницу и финансировать то, что на сегодняшний день якобы не очень монетизировано. Но, как ни странно, многое, что я беру, оно все монетизирует через несколько лет достаточно успешно. То есть, вы такой провидец, собственно говоря, от искусства? Ну, провидца – нет, это я знаю и люблю. Чувствуете? Чувство – нет, абсолютно, это не рациональное чувство, интуиция, но интуиция обоснована на большом опыте ошибок и успехов. А вкус – можно ему воспитать, вкусное искусство, или это все-таки тоже определенно врождение? Я думаю, это определенное образование и тренировка. Это с чего ты начал. Если в неправильные руки попадешь, однажды я брал уроки у гитариста и спрашиваешь, каким образом такие великолепные гитаристы у этих Лещенко, у Пугачевых играют, реально великолепные музыканты. А он говорит, Гарик, ты начинаешь играть сперва ради денег, а потом уже начинаешь тащиться от плохой музыки. И тогда начинается дальше уже, развивается плохой вкус. Так мы становимся плохими музыкантами. Если ходить и смотреть плохие картины… Будет развиваться такой вкус. А как вообще… Есть ли способ человека, который не очень хорошо разбирается в искусстве, ну, на глаз будем так говорить, определить хорошие картины или нет? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, вы представьте художника, который десятки лет понадобилось оттюниговать себя самого, развиться ментально и занять свое место в обществе как хорошему. Ты не можешь эту информацию просто передать дилетанту, потому что внутри самой схемы очень много борьбы у художника с самим собой. смена стилей, вылизывание идей и прочее, да. Ты не можешь это взять и передать кому-то, как в компьютере. Заложил сразу несколько мегабайт, и человек все это понял. Он должен реально натренироваться. Однажды лысый человек пришел к китайцу, который выращивает волосы, и спросил, как быстро он может восстановить ему волосы. Тот говорит, так быстро, так долго, как они покидали вашу голову. То есть этот процесс, ты не можешь передать информацию, на что понадобилось художнику 30 лет, человеку в 3 дня ты не передашь. В несколько лет, да, с сжатой информацией, конечно. Я думаю, вот, тренированность самим собой более долгая. А если у тебя есть тютер какой-то, есть гуру, который тебя приведет и начнет объяснять, на какие каталоги обращать внимание, что сперва читать, на что вообще не обращать внимание, то таким образом может появиться и вкус. Это практически новая специальность такая, да? Это специальность и есть. Гуру в современном или вообще в искусстве? Ну, очень много есть адвайзеров высокооплачиваемых, которые составляют коллекцию для многих богатых людей. Не все хорошо выглядит, как кажется. Часто они, в общем-таки, берут такие блю-чипы, вещи уже устоявшиеся. Просто они хорошо торгуются и находят эти вещи. А в отношении того, как вы говорите, угадывания актуальности, угадывания будущей актуальности художника, да? Это самое сложное, это действительно на подкорке, но подкорке, обоснованной только на четком опыте успеха и не успеха в предыдущей жизни в этой области. Вот смотрите, сейчас, по крайней мере, в России наблюдается некий бум на искусство. Очереди в музеи огромные стоят. У вас в галерее, я тоже представляю себе, много... Очереди нет. Нет? Очереди нет, но... Ну, людей больше стало за последние лет, наверное, 5-7. Например, у нас на выставке коллег-шоу, она такая аттрактивная, тактильно аттрактивная, визуальная была для посетителей. У нас было 42 тысячи посетителей за три месяца. Это очень много. Это очень много. Так в чем, как вы думаете, причина? Публика стала более интеллектуальной или это то, о чем вы говорили, инстаграмный тренд? Ходили они, схожу и я. Пиар, да. Это правильно поставленный пиар, правильно поставленный хайп вокруг чего-то, что, в общем, привлекает. Это признак хорошего тона. Идти посмотреть и об этом поговорить. Вы хайпуете хотя бы иногда? Никогда, нет. У нас очень, так, достаточно... Мы делаем все своими силами. Я не думаю, что... Я знаю галереи на Западе, у которых медиадепартмент отдельно своих и еще постоянно нанимают. По 10-12 человек, что в ПСЕ, Свернер, Кагася. 10-12 в каждом локейшене. Там по 7-8 локейшенов и везде. Это серьезный медиадепартмент. И у нас мы, как правило, все, что не делаем своими силами и достаточно, ну, не знаю, успешно. Для простого обывателя галерея – это некое помещение, достаточно красиво оформленное, куда в определенном порядке расставляются работы того или иного художника. Но ведь это не совсем так. Чем отличается хорошая галерея от плохой галереи и что такое лучшая галерея? Интересно, вы сейчас задали вопрос, который… Есть лучшие галереи в мире. Это Цвернер галереи, это галерея Хаусенвертс, Кагасян. Я уже не беру… В топ-20-30 еще входят галереи, которые с мультимиллионными оборотами. Но я до сих пор помню несколько выставок, которые на меня произвели впечатление, что я бы галереи не делал, я всегда этот критерий какой-то использую. Как ни странно, вот я сейчас скажу, это не армянское, потому что во мне мало армянина такого явно выраженного, да, это, к сожалению, говорю. Но это была выставка, как ни странно, в галерее Шафрази, в Сохо его галерее в Нью-Йорке. Это было 15-20 лет назад. Я восхитился выставкой, я до сих пор не помню. Это фото-выставка. Но как она была инсталлирована, и тоже несколько выставок в галерее Кагасяна. Как они были сделаны, как они были отдизайнены, эти выставки, контент не имел вообще значения. Что художник делал и говорил там, и как выглядели его объекты, не имело значения. А самозаполняемость, сам комфорт обхода их, вот я до сих пор помню, и вот это, кстати, все выставки, которые я после этого 25 лет наблюдаю и смотрю, вот Кагасян и Шафрази обладают очень тонким вкусом отдизайнить выставку. Теперь в отношении нас. Каждый раз, когда часто мы делаем выставки и приводим очень значимые работы значимых художников, часто публика жалуется, что очень мало работ. Во-первых, много хороших работ не бывает, это очень тяжело не то, что привезти, тяжело достать, тяжело удержать, собрать, привезти, показать, и чтобы это по дороге где-нибудь не застряло. Второе, что чем меньше работы, у тебя больше возможности прочесть, о чем каждая работа, нужно подумать и понять, почему же привезли так мало, не заполнили помещение сверху вниз в два ряда, чтобы было с желанием продать как можно больше. Всегда для этого есть причины. Поэтому философия выставок и инсталляции это совсем другая, к чему привыкла наша публика. Надо получать, часто бывают выставки одной работы. Так как к этому относиться, когда 100 метров площади просто уделены только одной работе? Может, это как сингл у какого-нибудь певца, одна песня на весь альбом? А мы и запоминаем, как правило, от этих людей за 3-5 лет альбомов одну-две вещи, и они краеугольные для этого художника. Это вещи, которые потом изучаются 10-20 лет, и на них появляются подделки. Это такой иконотип определенный. Так и надо понять, почему вот как мы сейчас на выставку, мы объединили темы ее вайланс. Вайланс – насилие. Насилие и эротика, где грани и прочее. И привезли от каждого художника по одной работе. Но я считаю, что от каждого мы привезли крим а-ля крим – такой сок самого художника. Он настолько в ней выражается, что все другие работы, даже нет необходимости их видеть. Когда видишь много работ одного художника, ты видишь переповторяемость. Даже мой, грубо говоря, один из моих фаворитов «Кондо», когда я увидел его выставку, сделанную тремя дилерами, из желания окешиться в Гонконге, в каком-то портовом бывшем ресторане или в чем-то, такое разочарование было. И я увидел, что все работы, большие два на два работы, сделаны в одну неделю. И ты видишь отсутствие мысли, очень быстрая ремеслуха, все одинаково, подогнано, а к другому и написано «Купи меня». И все было продано до того, как я спросил, можно ли что-то купить. То есть часто бывает такое. А мы, когда что-то делаем, мы делаем так, чтобы нравилось мне. Если я через три дня пройду по галерее и с отвращением буду смотреть на то, что я сделал, я просто сниму эту выставку сразу. Это то, что было у меня, кстати, я ранее вам говорил, с Андреем Буцером. Он привезли. Сперва я забраковал все вещи, он быстро сделал новые. Ну, я думаю, окей, выставка заявлена, давай повесим. Через неделю после этого я с отвращением смотрел на все, что висело у меня. А было такое, что сделали какую-то выставку, и сначала вам нравилось, а потом раз, и кардинально поменялось? Ну, я говорю, вот с Буцером такое было, а все остальное, как я смотрю, я горд тем, что мы делали. Как правило, это очень рафинированные интеллектуальные выставки. Мало какая галерея в мире доставляет интеллектуальный продукт, где, в общем-таки, это как лакмусовая бумага, ты можешь передать какому-то человеку и говоришь, вот в следующий раз, когда сдаешь анализ мочи, показатели должны быть такие-то. Первый каталог подаренный, первая работа приобретенная, и от нее точка отчета, какие им должны быть соседние работы, либо соседние вещи в коллекции, это очень важная вещь. Но рафинированной вашу последнюю выставку не назовешь. Я видел некоторые фотографии, она, как вы сказали, уже о насилии и, в общем, достаточно скандал. Подождите, вы зайдите в магазин и посмотрите на количество не грязной эротики, а разнузнанности. Почему... Это в секс-шоп, если зайти. Подождите, а вы ходили когда-нибудь на гей-парад в Америке, и я говорю не от контента, как выглядят сами люди, а от количества мусора, вони, юринейшн, мерзость, который в магазины закрыт, в туалет, если ты дойдешь в Старбак, ты прилипнешь к нему. Это явление, это цунами в современном обществе. В город вошло цунами, где не было воды. Причем цунами возникло из канализационной сети. Поэтому, извините меня, это по сравнению с этим совсем, что ты видишь на улице, когда детей берут с собой, большинство толпы этих парадов, это родители с детьми семи-десяти лет, раскрашенных и идущих. Что они хотят им показать? Каждый человек имеет право на дискрецию своей сексуальной ориентации. Это его право абсолютно, его территория. Он имеет право делать все, что хочет. Но нельзя это политизировать и превращать в зрелище обезумевших. Абсолютно. Где разница между животными в клетке или животными, выпущенными вне клетки? Определенная территория должна быть. Не их и наша, а территория культуры, территория презентации. Это все можно презентовать прекрасно. Есть прекрасные фильмы об этом. Есть нормальные браки, где люди не блефуют этим. А когда ты видишь разнузнанность, наша выставка выглядит такой пуританской и непросвещенной и банальной. Вы знаете, это как говорят по-семейному, когда сверху вниз делаешь, как обычный пирог, и все. На этом все, скучно. Больше нет ничего креативного. Хорошо. А в искусстве должны быть эти самые клетки, какие-то границы? Или искусство абсолютно свободное? Вообще все должно быть свободным, и ничто не должно быть политизировано. Как только политизируют любой объект, он превращается в точку дискуссий. Это нет необходимости, есть хорошо или плохо. Нет смысла обсуждать то, что плохо, и превращать ее как в продукт, потому что оно тогда уже выглядит как хорошо. Поэтому нет необходимости уделять, столько времени уделено этим, легализации всех видов марихуаны и прочее. В долгу это может и хорошо каким-то больным, но употребляют же не только больные, а употребляют и здоровые. И через полгода, когда ты посмотришь, как разговаривает человек, который от здоровья это употреблял, чтобы успокоить себя, заторможенная речь, опущенные углы, губ, заторможенная поза, когда он сидит. То есть во всем, ты видишь, это начинает влиять на публику. Американцам это нужно. Тогда весь электорат будет таким, каким ты хочешь. Ну, подождите. Борьбу за легализацию марихуаны начали просто потому, что бороться с ней бесполезно. Смысл-то в том, не то, что она плохая, а то, что ее победить невозможно. Возможно. Если правоохранные органы убрать из этой цепи, для чего нужны опиаты в Америке? Никогда не оставится, наркотрафик не остановится. Потому что пара компаний выпускают анальгетики на фоне опиатов. То есть официально нужно, чтобы произрастал героин, привозили в Америку, отдавали в фармоиндустрию и делали обезболивающие таблетки. Поэтому пока будет существовать необходимость и не заменится целиком синтетическими, если это так необходимо, то это всегда будет и не то, что правовые системы принимают в этом участие, правоохранительные, вся армия в этом задействована. Люди искусства частенько были замечены... Это деграданты. Ну как? Ну, один из художников, которых я не люблю, это Баскея. Это самое ничто, которое вообще существует как американский феномен. Это как раз тот пузырь. Ты берешь имя и хорошо его пиаришь. Так образ жизни человека, который в 9 утра вколол себе, в 2 часа дня добавил, в 3 часа он сношается с тем, с чем даже не понимает, что это такое, это утюг или сексуальный объект. Да, это животные, которые так же и не понимают, что он рисует. Это достаточно банальное, тупое рисование. Благодаря чему появились вот такие, как Буцер немецкий, как Джонатан Мезе. Это бессознательное такое адреналинное рисование, которое не является educational. Оно не может никому ничему научить. Зацеплюсь еще за одно слово. Вы сказали слово «отдизайнер». У меня есть как раз ваша цитата. Есть стереотип, что на Западе сплошной дизайн, но дизайн – это структура в твоей голове. Если ты не отдизайнил свою голову, в ней не будет места, куда можно что-то дельное положить. Вот… Неужели запоминаются эти фразы? Да, я вспомнил. Это абсолютно так. Абсолютно так. Вот им нужно тоже отдизайнить голову свою как раз тем, кто злоупотребляет? Я думаю, им нужны врачи абсолютные. Это те, кто употребляет, как все говорят, Хенрис был, сидел на игле, это полное вранье. Он никогда не употреблял максимум пил, и то не в том количестве. А деградация личности в искусстве очень чувствует… Вы знаете, разница между шизофрениками и профессиональным художником. есть шизофреники, которым дают кисти в руки, и все почему-то доктора говорят о них такие данные и прочее, и он начинает что-то рисовать. Это такое неосознанное рисование, автоматическое, как их движение при определенных формах шизофрении, есть такие, катаноническое, забыл как называется, где больной одни и те же движения делает. В искусстве у них то же самое, они делают одно и то же неосознанно. Шизофреник не в состоянии взять достоинство какой-нибудь композиции, перенести в другое, сфокусироваться, развить из этого целый цикл работ. У него как развивающий цикл. Профессиональные художники, если увидят, что-то у него получается, и в этом он видит свой почерк и прочее, он возьмет и разовьет в стиль. Вот это отсутствует у больного. У наркозависимых нет никаких достоинств, где они могут аналитически уловить то, что хорошо или плохо, развить и превратить в объект. Это будет постоянное такое кататоническое движение, как чуть ли не говоря, такой банальный религиозный обряд заполнять пространство. Больше ничего. Мы сейчас разрушили мой стереотип по поводу художников и связи с наркотиками. Так кому нужно дизайнить свою голову? А вы можете представить наркомана, например, боксера на ринге? Я не вижу... Нет, но музыканта запросто. Курт Кобейн, пожалуйста. Вы видели документальный фильм Кобейна, когда его жена держит ребенка трехмесячного, во рту сигарета, орет на него, сама она абсолютно разбита под наркотой, еле стояла, все время заваливала с ним. Ее хотелось расстрелять. То же самое с Кобейн, какой бы талант ни был, этих людей надо, я не говорю расстрелять, их надо запирать в тюрьмах и принудительно лечить. Тогда вопрос, чем он закончил? Ну да, закончил он не очень хорошо, дул во рту. Это марафон, представь себе марафонщика, который пробежал первые сто метров быстрее всех, а потом просто в инфаркте умер. Для вас это может быть неким критерием для отказа художнику, если вы узнаете, что он... Меня не интересует территория, меня не интересует комната, в которой сидят люди и что-то употребляют наркоту, я в нее не зайду. Это как зайти в дурно пахнущий туалет. А есть какие-то критерии у вас в отношении к художникам? Я не знаю. Географический признак влияет? Никаких. Абсолютно. Образование влияет? Что влияет? Я не знаю. Образование прямое. Так же, как я брал на работу сотрудников, все говорят, все хотели именно с образованием искусствоведческого. Я говорю, нет, лучше всего это юридическое образование. Это люди очень цельные, сфокусированные, могу, не могу, можно или нельзя. А вот это абстрактное образование искусствоведа, оно не нужно. То же самое, образование художника. Я занимался Чубаром, у которого не было прямого образования. Я считаю, это самое сильное явление, которое было в моей жизни, это Евгений Чубаров. Учитывая, что я общаюсь с самыми сильными художниками мира, гениями, так называемыми, самыми дорогими, я до сих пор не встречал ни в одном из них десятую долю таланта, который был в Чубарове. Спасибо большое. Сегодня в гостях в программу «Час спик» был арт-дилер-галерист Гарри Татинцян. Игорь Татинцян Таксон Продолжение следует...